Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» вновь в Плесецкой епархии Архангельской митрополии. И на этот раз мы приехали в Александро-Ошевенский монастырь. Он был основан еще в XVI веке святым Александром Ошевенским. О нем, а также о монастыре и пойдет наш сегодняшний рассказ. Сквозь Снежный Буран мы осторожно едем к святой обители. А еще в XV веке по этой же дороге сюда пришел преподобный Александр Ошевенский. Мы едем в теплой машине, а вот юноша, который принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, пробирался через лес. Здесь, в лесной чаще, он и устроил пустынь. Здесь вместе со своим отцом они построили монастырь. Первые постройки, естественно, были деревянными, естественно, для этой местности. Но затем мы с вами видели, что возникли каменные сооружения, к сожалению, на сегодняшний день разрушенные. Но, тем не менее, это памятник не только архитектуры, не только зодчества. Это, прежде всего, памятник нашей культуры, нашей духовной культуры. После кончины преподобного Александра в 1479 году обитель на короткое время пришла в упадок, но скоро вновь ожила. В 1578 была составлена служба преподобному Александру Ошевенскому, а царем Иоанном Грозным отведены в пользу обители земли вокруг нее на пять верст. Два раза монастырь горел, поэтому первые деревянные храмы до нас не дошли. Зато тот облик монастыря сохранился на многочисленных иконах. И вот к 1707 году построили сохранившееся до сих пор здание Белокаменного Успенского собора с пределом в честь Средней Господней и высокой массивной колокольней. Правда, сейчас богослужения здесь по понятным причинам не ведутся. Монахи молятся в надвратной церкви. Никольский храм, в котором и проходит богослужение, является надвратным. То есть, чтобы в него попасть, необходимо подняться по ступенькам на несколько этажей. Кстати, интересный факт. Первый храм в святой обители, который был построен еще при Александре Ошевенском, также был никольским. Вот никольский храм, изображенный на фрагменте старинной иконы. Так еще со времен основания обители святой Николай стал ее небесным покровителем. Был здесь еще один храм – Покровский. К сожалению, полностью утрачен. Хотя еще в конце 80-х годов он был более-менее в нормальном состоянии. Если бы тогда вовремя приступить к реставрации, можно было бы сохранить его. И было бы где молиться не только братьям, но и приезжающим паломникам. Но на сегодняшний день, если паломники приезжают, как говорится, если человек хочет, то он ищет возможности. А вот если не хочет, ищет причины. Мы причин не находим, а ищем возможности. И когда прибывают паломники, мы чудесным образом здесь все умещаемся. Если это память преподобного 3 мая, то мы стараемся и на улице совершить богослужение, чтобы всем участвовали, всем было видно. И достаточно, не знаю, от погоды зависит. Как в этом году будет, может быть, пользуясь случаем, я приглашу всех в этом году 540 лет со дня представления преподобного Александра Шевенского. И я всех приглашаю в наш монастырь на совместное богослужение. Дай Бог хорошую погоду в этот день, и тогда мы сможем провести богослужение на улице. Монашеская жизнь вновь появилась здесь в самом начале 21 века. И, как вы видите, святая обитель нуждается в срочном восстановлении и нашей помощи. В хозяйстве есть трактор, несколько мотоблоков, хорошо оборудована столярная мастерская, распахано полгектара земли. Конечно, вот на сегодняшний день братья, которые, скажем, в постриге, тут 4 человека. Еще, кроме наместника, игумена Феодосия, здесь еще иеромонах Вениамин. Но это уже я его рукоположил, уже год назад. Совсем свеженькие, так сказать. Еще один монах Пахомий, инок Сергий. Остальные братья-послушники, мы их тоже называем братьями, потому что они насельники этого монастыря. И делят с нами и образ жизни, и трапезу, и участвуют в богослужении. А это и есть закон общежительного монастыря. Получается, что если послушник даже не имеет пострига или права ношения иночских одежд, то он все равно насельник монастыря и обладает и правами, и обязанностями. Что касается труда, допустим, то труд распределяется среди всех физически. Может быть, молитвенный труд распределяется не так равномерно. Но физически, может быть, вот, например, за нашими двумя коровками ухаживает иеромонах Вениамин. Вот, на огороде тоже все трудятся. То есть, независимо от сана и должности, или, как говорят в армии, звания, насельники монастыря разделяют труды по жизнедеятельности, по ведению хозяйства. В результате этих трудов и стол делится так же, и все, что на столе, делится на всех равномерно. Воспитательная роль Ошивенской обители велика. Из стен этого монастыря вышло немало основателей других северных монастырей. Преподобный Пахомий Кенский, воспитавший святого Антония Сийского, преподобный Кирилл, основатель Сыринской обители, Никодим Кожиозерский, Нифонд Кожиозерский и другие подвижники. Монастырь – это и памятник духовной культуры. – Нашего молитвенного, церковного становления православия на этой земле, просвещения этой земли. И не случайно учениками уже преподобного Александра Ошивенского было православие и дальше пронесено. Пахомий Кенский, а от него и Антоний Сийский. И каждый из них был основателем монастыря. То есть преподобный Александр дал такой задел, дал импульс к развитию и распространению православия на этой территории. Из старинных построек монастыря до нас дошли каменные здания XVIII-XIX веков. Среди них святые ворота, корпуса, построенные в стиле провинциального ампира. Вокруг монастыря стоят невысокие стены с четырьмя башнями по углам. И, конечно, здесь очень хотят восстановить старинные архитектурные постройки. Это дело реставраторов. Но это не значит, что монастырь не примет помощь от тех, кто, может, и не обладает узкоспециальными навыками, зато имеет доброе сердце. Тоже, пользуясь случаем, предлагаю мужской сильной половине попробовать свои силы и физические, и духовные. Не обязательно становиться послушником и монахом в дальнейшем. Можно просто прийти и благочестивую традицию русскую, потрудиться во славу Божию в монастыре, возобновить и на себе ее испытать. Это очень хорошая традиция. Что такое во славу Божию? Это значит, ничего не приобретая себе. То есть взамен своего труда ничего не взять. Посвятить свой труд Богу, чтобы Он был должен за эти труды. Это очень благочестивая и старинная традиция. И если, допустим, институт монашества, послушничества у нас еще сейчас возобновлен, то вот как вести себя труднику и вообще что это такое, мало кто знает. А тем не менее можно даже с семьей приехать. Трудятся здесь абсолютно все. И за животными ухаживают, и приводят в порядок помещения. Здесь есть даже иконописная мастерская. Правда, пока образа здесь пишутся для нужд святой обители. Но кто знает, может мы скоро уже в других храмах услышим о знаменитых иконах Александра Ошевенского монастыря. Если ты потрудился больше, это значит, ты сделал что-то не для себя в этой жизни. А для кого? Для церкви и для Бога. Это же очень важно. Пока мы живы, пока Господь нам дает время на этом свете пожить, а значит потрудиться, как нужно нам беречь каждую минуту своей жизни для того, чтобы ее правильно прожить, правильно посвятить, посвятить ее Богу, нашему Создателю. Бог нам даровал жизнь, а мы даруем ее Богу, посвящаем ее Богу. Вот это и есть любовь. В 1922 году здесь оставались только последний настоятель, отец Досифей и монах Дмитрий. В том же году представители Волосного и Уездного Советов вскрыли раку святого Александра Ошевенского. Кощенники продемонстрировали народу пустую раку, чем якобы обличили монахов в обмане. А святые мощи основателя обители так и остались скрыты от нас. Ну я думаю, что с 1917 года по хотя бы даже по 20-й, уже три года прошло, а если это 20-е какие-то, то больше трех лет, соответственно, не так далеко до Петербурга. И братья узнала о том перевороте в головах и в сознаниях и в государственном устройстве, которое случилось в октябре 1917 года. И за это время, за три, может быть, больше лет, они, скорее всего, их куда-то спрятали, перенесли от поругания. Потому что за эти годы, мы знаем, с таким особенным каким-то ожесточением новая власть отнеслась к святыням православным и, в первую очередь, к мощам. Наверняка, братья, узнав о подобных приездах определенных людей в другие монастыри, наверное, я предполагаю, наверное, спрятали. Мы сейчас не знаем, где находятся мощи, нет известий. Может быть, они на территории монастыря, что, скорее всего, а может быть, и нет. Но сам преподобный с нами, и я думаю, что если будет на то воля Божья и воля преподобного отца нашего Александра, то мы обретем их. Дело-то не в мощах. Дело в нашем отношении к преподобному, к церкви, к Отечеству, к Богу. В конце 1960-х годов был затронут вопрос о реставрации монастыря, которая не была осуществлена. И только 15 марта 2001 года епископ Архангельский Ихолмогорский Тихон благословил воссоздание монашеской общины. Где бы ни были мощи преподобного Александра, он всегда нам будет помогать. Если он видит, что мы свой труд, свою капельку своей жизни, сколько-то дней, может быть, недель, посвятили его обители, которые он своими руками создавал в свое время, то есть мы стали ему соработником, сотрудником с ним. Неужели он нас оставит в своих молитвах? Нет, конечно. Наоборот, он будет молиться за нас, где бы мы ни были и где бы ни находились его святые мощи. В этом году исполняется 540 лет со дня представления святого Александра Ошивенского. 3 мая в обители будут отмечать торжество, и паломников ждут сюда на молитву. Я уверен, что человек, который прибудет сюда, на эту землю, пропитанную трудами, прежде всего молитвенными, но и кроме молитвенных, и физическими трудами, и самого преподобного, и насельников того монастыря, который он основал, то человек не останется равнодушным или не останется таким же, как он был до приезда сюда. Что-то в нем изменится. Я предлагаю каждому попробовать. Субтитры подогнал «Симон»